Команды Керхер и команда Хилти. Сейчас вы услышите составы обеих команд. Лидеры Хилти на месте. Это Шкафар. Максим. В последнее время почему-то не такой он результативный, как мы привыкли его видеть на наших турнирах. Очень результативный этот футболист. Посмотрим. Вот уже опасный момент. Покатить под удар. Но идет передача правее. На пятого номера удар. Партнеры подключили своего вратаря. Один раз это не запрещается на своей половине. Удар. Шкафар. Раздох. Комцелий заводит мяч. Снова пата с мячом. Шкафар. Шкафар сейчас против него очень жестко сегодня. Какая передача. Здорово. Капитан Керхера рвется. Выигрывает вратаря. И удар. Сдалека. Шилляк. Комцелий заводит шкафар. Сейчас на правом фланге. Убирает под левую. Можно пить. Нет. Передача. Но... Шкафар и Корбут больше всего получают. Пока что мяч из футболистов Хилти. Разыгрывают до верного. Сейчас снова расшатывают оборону. Сейчас Пата Комцелий заводит позицию. Здорово. Удар и гол. Есть. Есть. Отлично сейчас футболисты расшатали оборону. Сейчас такая обрезка досадная. Как же сейчас обрезать шкафон. Аксандр... Не смог понять мяч сейчас. На центре поля. Передача. Вот-вот-вот-вот. То, что я говорю. Начинается передача. Низом. Поднимается голова. Здорово. Находятся партнеры. Ганси Лиза сейчас на левом фланге. Тыщет партнеров. Здорово. Находят посьмого Нан Расхилти. Удар. А это была передача на шкафара и гол. Здорово. Здорово. Максим Шкафар забивает гол. Вот он. Бомбардир сегодня. Забивает гол. Ганси Лиза. Шкафар. Он будет бить с носка. С носка. Сейчас он взором открывается. Ну, немножко неточная коробка покатила ему. С Гуркин. Шкафар. Убирает под левую. Убирает тоже можно пробить. Удар. Здорово. Есть. Удар под перекладину. Не берется. Очень здорово сейчас разобрался. Чек ноге. И мяч полетел мимо и выше. Корбут. Корбут подчищает партнеров. Комселизы. Корбут. Ой, какой здорово. Еще один удар. Правее. Попробовать отдать вправо. Да, здорово. Так и есть. Можно стрелять. Штанга. Ничего себе. Удар. Еее. Забивает Керкер. Очень еще приспали бдительность. Футболистов в силте. Очень измельярно. Они себя чувствовали. Очень много атаковали. Выделяется. Андрей Ищенко сейчас. Волков, извините, очень опасно. За Корбут. А Корбут 1 на 1. Рено. С опоздалом упал. Снова Мазур. Остеночка. Здорово. Но вратарь. Снова Мазур. Сейчас будет бить. Подбивать. Снова Ищенко. Ну какая же нелепая передача. Сейчас Корбут бежит. Гамцелидзе справа. Одно он дает на лево. И счет пока 3-1. Сейчас Гамцелидзе сейчас уже на правом фланге. Снова побежали сразу с места в карьер. Борис и Хилти сейчас. Усмур номер. Хилти пробивает. Какой хороший удар. И добивание Гамцелидзе есть. Один забивает. Первый с вами мяч. Это мафик Гамцелидзе. Сейчас очень здорово пробивать. Я вообще. Гамцелидзе прострелы. Сурепов Николай. Сейчас просто выбивает ват. Сейчас шкафар. Удар и вратарь. Отбивать перекладину. Здорово сейчас. Шкафар. Вратарь. Керхера на высоте сейчас. Какая-то разгрыше. Шкафар сейчас бьет. Но Гилти не нарушат на нем правила. Просят футболисты желтый для него. Сейчас момент опасного. Очень здорово сейчас. Данный остался только защитник. Хилти. Таймс сейчас. Шкафар. Удар. Вратарь на месте. Снова шкафар сейчас. Волков. Передача. И есть. Корбут забивает. Мне казалось, что мяч летит мимо. Но вратарь подправил траекторию мяча. И мяч оказался... Свободный Корбут сейчас можно разыграть. Но бьют справа. Сейчас шкаф на шкафара. Гуркин. Здорово сейчас. Но Волкова пропусти, Вадим. На Малютенко. Там здорово. Оставался один футболист в Хилте. Но уже атака Керхера. Капитан Керхера в Сенгасе. Здорово. Отличная передача. Есть. Отлично. Как же здорово. Сказалось бы, мяч уже уходит. В центре. Последний остается Максим. Сейчас будет пить мяч убирать под левую. Но здесь Чернец Роман. Здорово. Снова Чернец Роман выгрызает мяч сейчас. Будет пить с левой. Здорово. Можно было пробить. Похитрее попробовать пробить в дальний. Ближний, так как говорится, вратарский угол. Гамселиза сейчас. Перетача на шкафара. Кажется, это прямой удар поворотом. Перетача на Гамселизы. Нет. Удары. Еее. Да. Гамселиза забивает гол. И показалось, будет прямым ударом. Но всех обманут. Это Шуляк Богдан. Наносил удар. И вот уже не хватает. Не хватает. Керкер усил. Чего выйти за боковую линию. Сейчас Ищенко прорывается к воротам. Можно добивать удар. Раим. Добивание. Нет. Мимо. Здорово. Сейчас страхует своего вратаря. Шкафар. Шкафар здорово. Сейчас открылся удар. Вратарь на месте. Все. Половине поля. Ищет партнера. Ищет партнера. Сейчас разрывы. Разрывы. Явные разрывы сейчас у футболистов. Керхера. И сейчас у них может быть возможность для контр-араки. Шуляк Богдан бежит по праву. Право подсвечается. Марченко. Здорово пробивает. Марченко. В одной атаке Максим Шкафар. Поэтому решил поменяться. И какая же досадная ошибка. Сейчас 2 в 0. Фактически выход. И забивает форму. Сейчас очень... Очень непонятно. Сейчас Труфанов Евгений сыграл. Сейчас выдумать фактически на ногу. Часть вратаря. Волков, Волков. По-моему, пора заканчивать. Уже с этими пятками дважды. Попытался Вадим сыграть. Но не точно. Сейчас момент. Момент какой опасный. И снова 2 в 1. 2 в 1. Волков, Волков. Выход 1 на 1. Дет на дальний штамп. Забивает сейчас. Футболисты Хилти. Очень здорово реализуют моменты, выходы. Добежал на дальний штамп. Чтобы забить свой. Гол, Сергей. Есть Волков 1. Сейчас просит в артыру. Бросай мне. Но слишком, по-моему, высокая свеча. Но бьет в касание. Здорово, Волков. Ничего себе. Казалось бы, очень сложный мяч. Сейчас укоротил Сергей. Тем временем звучит финальный свисток. И Хилти побеждает сейчас. Керхер. К сожалению, сегодня не выиграет. Но отдать должное футболистам. Очень здорово навязывали борьбу сегодня футболисты Керхера. Но все-таки сегодня класс победил желание. Чернец Роман у нас в нашем миг-зоне. Роман, во-первых, здравствуйте. К сожалению, результат сегодня не такой. Наверное, на какой вы рассчитывали? Скажите, пожалуйста, как вам сегодняшний соперник? Сильно ли он вас удивил? Как вообще эмоции поделитесь? Ну, эмоции. Эмоции, скорее всего, хорошие. Но результат нельзя сказать, что мы на такой рассчитывали. Результат. Мы в каждой игре стараемся играть по максимуму. Соперник нас, скажем, ну, ничем не удивил. Потому что мы знаем, что это хорошая, добротная команда, которая качественно играет в комбинационный футбол. И местами у нас получалось противодействовать этому. Но, скорее всего, не хватило нам мастерства и где-то настроя на то, чтобы дать хороший бой соперникам. У вас очень здорово получается выходить в контратаке. Скажите, это соперник вас вынуждает так делать? Потому что очень здорово у вас, вы очень здорово обороняетесь и очень быстро выходите в контратаке. Скажите, это наигрывается? Или это просто так соперник вам дает играть? Нет, мы работаем над этим на тренировках. Мы стараемся правильно выходить в контратаке, чтобы каждый был на той позиции, где нужно быть в контратаке. Местами это получается, местами нет. Но есть прогресс, и это хорошо. Да, у нас был настроен на игру играть от обороны, и стараться выходить в контратаку. Но где-то мы плохо сыграли в обороне. Это сегодня какой-то вот ненастрой на игру в обороне, я не знаю. Мы лучше играли против лучшего нападения. И было лучше. Сегодня что-то не то. Скажите, задачи на Суперлигу остались те же? Побеждать в каждом матче? Конечно, задача всегда побеждать в каждом матче, приобретать опыт. Ну, если взять, я не знаю, наверное, за исключением одной команды, или двух, которые в Суперлиге, которые первый раз, они все показывают то, что команда не делается за год. Нужно играть в турниры, нужно тренироваться, и это придет. А играя в Суперлиге, это придет в три раза быстрее. Поэтому только так, с настроем, с позитивом, и с настроем почерпнуть опыт и набраться сил для дальнейших успехов. Спасибо большое, это был Чернец Роман. Успехов вам, всего доброго. У нас сейчас Андрей Малютенко. Во-первых, хочу вас поздравить с победой. Судя по счету, она показалась легкая. Так ли это на самом деле? Нет, не легкая. Мы все здорово устали. Это было тяжело. Ребята нам забили. Поэтому не все у нас получалось. Если все получалось, мы бы на ноль отстояли. Во-вторых, вчера у нашего лидера, капитана, был день рождения, поэтому мы не имели права проиграть. Это победа всей теговы в честь его день рождения. Команда Керхер считается одним из аутсайдеров Суперлиги. Ну, объективно говоря, были какие-то сложности с настроем именно на эту команду? Или все прекрасно понимали, что нужно по-любому брать три очка, чтобы продолжать борьбу за победу в Суперлиге? Мы одинаково серьезно подходим к каждой команде. Керхер не исключение. Я журю, если бы мы на ноле стояли, вообще разобра не было. Ребята показали, что бегут, забивают. И нам было тяжело. Максим Шкафар сегодня забил свои мячи. Ждете ли вы от него большей результативности? Помним, просто в турнирах этот парень забивает достаточно много мячей. В этом году почему-то не такая у него результативность. Ждете ли вы от него больше забитых мячей? Мы раньше, можно сказать, играли по-другому. Сейчас игра поменялась. Он забивает столько, сколько нужно. Тогда он, не знаю, так получалось раньше. Сейчас это главное, чтобы три очка приносило команде. Ну, хотелось бы, чтобы еще больше забивал, конечно. Спасибо большое. Поздравляю вас с победой. Всего доброго. Продолжение следует...